Мои дорогие братья и сёстры, поверьте, сколько всего для нас делает Аллах. Он создал нас, Он дал нам жизнь, Он даровал нам хорошее здоровье, Он наделил нас имуществом, Он дал нам детей, Он дал нам жен и мужей, Он дал прекрасные дома, Он обещал для нас вечный рай, Он возвысит нашу степень и позволит нам лицезреть свой лифт в судный день. Как же сильно Аллах любит нас? Об этом свидетельствует тот факт, что даже когда мы ослушаемся Его, Он тем не менее кормит нас, наделяет нас одеждой, позволяет нам дышать. Он также обеспечивает нас, наделяет пропитанием и поддерживает, даже когда мы всё ещё ослушаемся Его, даже когда мы совершаем грехи. Аллах всё же позволяет нам дышать. О, миротворящий! Как же велик, величественен и как же милостив Аллах! Как это так, что Абу Бакр, будучи правителем, главой халифата, он каждый день после утренней молитвы отправлялся в дом пожилой и слепой женщины, чтобы очистить её дом, и смотреть за её детьми, пасти её животных, в то время как она даже и не знала, кто был этим человеком. А что насчёт Умара ибн Аль-Хаттаба? Что же насчёт него? Он направлялся убить пророка, убить пророка, убить пророка! А вместо этого принял Ислам. Его любовь к Аллаху и вера были настолько сильными, что пока все остальные мусульмане, все остальные мусульмане скрывали свою веру, он был готов объявить о своей вере. А как насчёт Усмана ибн Афана? Что он делал, когда его просили о чём-либо? Дорогие мои братья и сёстры, когда он давал, он давал самое лучшее из того, что имел. Усман ибн Афан давал самое лучшее из того, что имел. Во всём, что имел, и как можно больше. Али ибн Аббиталиб. Сподвижники сказали, что после ночной молитвы он оставался в поясном поклоне, и когда они вернулись к утренней молитве, нашли его в таком же положении, за исключением одной вещи. Разница была в том, что его борода была мокрой, его борода была мокрой, и под ней была лужа. О, Аллах! О, Аллах! Но для Аллаха вы особенный. Вы особенный. Он сотворил вас, и вы более дороги для Аллаха, чем Кааба. Учёные ислама говорят, что слёзы верующего более ценные, чем Кааба. «Мои братья и сёстры по вере, однажды пророк, саллиллаху алию и салям, встал в темноте ночи. Это достоверно передано Бухари, что пророк, саллиллаху алию и салям, поднял свои руки к небу и сказал, «О, Аллах! Моя община! Моя община! О, Аллах! Моя община! Моя община! О, Аллах! Моя община! Моя община!» Он не смог сказать ничего более этого. Он не мог завершить своё предложение, потому как был очень эмоционален, пока не прошла ночь. И наступила последняя треть ночи, но не пришло время утренней молитвы. И по этому поводу спустился ангел Джибриль и сказал, «О, Мухаммад! О, Мухаммад! Аллах послал меня и сказал, «О, Мухаммад! Твой Господь не разочарует тебя относительно твоей общины!» «Твой Господь не разочарует тебя относительно твоей общины!» Дорогие братья и сёстры, по вере, вопрос в том, «Разочаруем ли мы нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям?» Что вы такое сделали, чтобы доказать Аллаху, что вы любите Его? Доказать Аллаху, когда Он спросит вас в судный день, «Я Абди! Я Абди! О, мой раб! Чем ты доказал, что любишь меня, чтобы я мог полюбить тебя в этот день?» Будьте из тех людей, кто подчиняется Его воле. Будьте из тех людей, кто способствует твоей любви к Аллаху путем следования посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, на этой земле. Спроси себя, любишь ли ты Аллаха? Дорогие братья и сестры, по вере, у меня есть к вам такой вопрос. Что вы сделали, чтобы доказать, что любите Аллаха? Распространяли ли вы ислам? Накормили ли вы бедняка? Гладили ли вы когда-нибудь голову сироты? Как же Аллах так сильно любит нас? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Клянусь Аллахом, воистину, Аллах любит нас, Он любит людей, намного сильнее, чем мать, вновь нашедшая свое чадо, после того, как потеряла его». Представьте, что мать потеряла своего ребенка, и вдруг нашла его вновь. Какова же ее любовь к своему ребенку? Субханаллах! И по этому поводу Суфьяна Саури говорил, «Клянусь Аллахом, Аллах для меня лучше, как судья в день суда, чем мои собственные родители». Почему? Потому что я знаю, что Аллах любит меня больше, чем мои собственные родители. Аллах велик. Мои братья и сестры, поверьте, как же сильно Аллах любит нас. Это доказывает тот факт, что даже когда мы ослушаемся Его, Он, тем не менее, наделяет нас пропитанием, наделяет одеждой, позволяет нам дышать, обеспечивает нас, кормит нас и поддерживает. Даже когда мы ослушаемся Его, даже когда мы совершаем грехи, Аллах все еще позволяет нам дышать. Аллах, тем не менее, позволяет нам питаться Своей едой, о, миротворящий. Как же велик и как величественен, и как же милостив Аллах. Он любящий Господь, проявляющий милость. Тот, кто любит, тот, кто милостив к Своему творению, тот, кто любит любить Своё творение, тот, который любит Своё творение настолько, что та любовь, что не спослана им на эту землю, есть только лишь одна часть из 99 частей, которые Он приготовил для верующих в день суда. Так что, мои братья и сестры, поверьте, что вы сделали, чтобы доказать Аллаху, что вы любите Его? Что же это такое, что вы сделали, чтобы доказать Аллаху, что вы любите Его? Рабы мои, что же вы сделали, чтобы доказать, что вы любите Меня? Мои братья и сестры, поверьте, нет, наверное, ни одного человека, который говорит и которому говорят, кроме как он найдет частичку сомнения в своем сердце относительно данного вопроса перед Аллахом. Клянусь Аллахом, мы говорим, что любим Аллаха, Но мы не истинны в своей любви к Аллаху. Мы говорим, что любим Аллаха, но перед Аллахом наших действий недостаточно. Как это так, что Абу-Бакр, будучи правителем, главой халифата, повелителем правоверных, мои дорогие братья и сестры, он каждый день отправлялся... Отправлялся после утренней молитвы в дом пожилой слепой женщины и чистил ее дом. При этом она даже и не знала, кто это был. Кто был этот человек и что он делал? Все, что она знала, лишь то, что приходил человек и помогал ей. Чем же это считать, кроме как любовью к Аллаху? Для чего же он это делал? Он, что делал это ради денег, но он был одним из самых богатых? Или он делал это ради статуса, престижа, но он был правителем правоверных, главой халифата? Так что, мои дорогие братья и сестры, вот такой была любовь Абу-Бакр к Аллаху. А что насчет Умара? Что насчет него? Он направлялся убить пророка. Убить пророка, саллиллаху алейху ассалям. А вместо этого он принял ислам. И его любовь к Аллаху, а также сила его веры, были настолько велики, что пока все другие мусульмане скрывали свою веру, он же был готов объявить о своей вере. Он был готов рассказать каждому об этом новом благе, об этой новой милости, которой Аллах одарил его. Такова была любовь, которую он испытывал к Аллаху. А как насчет Усмана ибн Афана? Как он поступал, когда у него просили? Когда он давал, мои дорогие братья и сестры. Так вот, когда он давал, он давал самое лучшее из того, что имел. Представьте, когда даем мы, мы отдаем то, чем не пользуемся, мы даем ненужные вещи, мы даем дополнительные деньги, в которых не нуждаемся. Усмана ибн Афан же давал самое лучшее из того всего, что имел, или же столько, сколько мог. Когда пророк, саллиллаху алейу ассалям, попросил для военного снаряжения для битвы, Усмана ибн Афан не дал использованные вещи. Он дал то, что по современным меркам сравнимо с полностью напичканными хаммерами. Он привез самых лучших верблюдов. Он принес самые лучшие щиты и мечи. Полностью снаряженные верблюды, готовые к сражению, мои братья и сестры. Представьте, чего это ему стоило, чтобы обеспечить этим мусульман. Такова была его любовь. Если он сделал это не ради любви к Аллаху, как мы сказали до этого, если это не было сделано ради любви к Аллаху, тогда ради чего же? Разве он желал стать известным? Нет, у него был статус, у него было богатство, он имел все, в чем нуждался. Его единственным желанием было лишь довольство Аллаха. Такой вот была его любовь к Аллаху. Али ибн Абиталиб. Что, по вашему мнению, заставило его пребывать всю оставшуюся ночь в молитве? Всю ночь в поклонении Аллаху. Али ибн Абиталиб. Сподвижники сказали, что после ночной молитвы он оставался в поясном поклоне, и когда они вернулись к утренней молитве, нашли его в таком же положении, за исключением одной вещи. Разница была в том, что его борода была мокрой, его борода была мокрой, и под ней была лужа. О, Аллах! О, Аллах! Что же сподвигло его сделать это? Молиться всю ночь? Он был одним из десяти, кому был обещан рай при жизни, дорогие братья. Один из десяти, кому был обещан рай. Разве он не старался, словно ему обещали ад. Из-за своего желания и своей любви к Аллаху, несмотря на то, что ему был уже обещан рай, он так усердно старался. Таковой была подлинная любовь Али ибн Абиталиба. Как насчет таких людей, как Ахмад ибн Ханбал? Любовь, что была у него, О, Аллах! Это само смирение. Это человек, который мог претендовать быть сподвижником. Человек, знавший очень много. Когда его однажды арестовали, наказанием для него было сто ударов. Сто ударов для этого великого имама. Так вот, когда исполнили это наказание, оно было исполнено прилюдно. И люди увидели это. И его ученик увидел это. Так исполнитель начал хлестать. Сто ударов, во время которых он потерял сознание. Когда же он пришел в себя, то обнаружил, что его ученики собрались вокруг него в его доме. И первый вопрос, который он задал после того, что с ним произошло, он сказал, «Вы совершили предзакатную молитву?» И ученики ответили, «Да». Тогда он сказал, «Я сделаю омовение, чтобы мог совершить предзакатную молитву». Затем, после молитвы, ученики окружили его, и они спросили его. Они спросили его, «О, учитель, когда исполнитель бил тебя, мы плакали из-за боли, которую ты испытывал, а ты же улыбался. Ты улыбался. Почему?» Тогда имам сказал, он сказал, «Вы смотрели на руку исполнителя, а я же сказал он, думал об Аллахе. О, Аллах!» Если это было сделано не ради любви к Аллаху, то как же он мог думать о том, о чем думал в то время, когда его били? Поставьте себя на место этого великого человека в этой ситуации, и затем спросите себя, отреагировали бы вы так же? Поступили бы вы так же? Думали ли бы вы о том же? И в конце концов спросите себя, любишь ли ты Аллаха? Никто среди нас не хочет любить Аллаха. Каждый мусульманин в этой аудитории и за ее пределами больше миллиарда мусульман. И каждый скажет, «Я люблю Аллаха» или «Я хочу любить Аллаха». Как бы то ни было, определенные вещи мешают им доказать свою любовь к Аллаху. И первое, что препятствует им, это негатив. «Я не такой сильный. Я не могу доказать свою любовь к Аллаху. Я слишком много грешу. Я не особенный. У меня нет исламских знаний. Я знаю слишком мало. Я не из особой семьи. Я не оратор. Так как же я могу делать столь много вещей? Как же я могу улучшить свои деяния? Как же я могу увеличить свои деяния, чтобы доказать свою любовь к Аллаху? Я ведь не особенный. Но для Аллаха ты особенный. Ты особенный. Пророк, саллиллаху алейху ассаляма, сказал, когда раб стоит в своей молитве и когда говорит «Хвала Аллаху, Господь миров», Аллах отвечает своему рабу и говорит «Мой раб восхвалил меня». Так что каждый раз, когда вы обращаетесь к Аллаху, Он отвечает вам «Ты не просто человек из шести миллиардов». Ты особенный человек из шести миллиардов на тот момент, потому что Аллах, Господь величия и могущества, несмотря на дела сотворения, уделяет время для тебя. О, мои дорогие братья и сестры по вере, Аллах внимателен к вам. Он создал вас, и вы более ценные для Аллаха, чем Кааба. Клянусь Аллахом, ученые ислама говорят, слезы верующего ценнее, чем Кааба. Аш-Шаукани говорит, слезы верующего намного ценнее для Аллаха, чем сама Кааба. Не слышали ли вы, как Шаукани говорит, хадис посланника Аллаха, саллиллаху алейху ассалям, что поистине семь категорий людей будут под тенью в день суда, и один из той категорий, кому будет дарована тень в судный день, тот, кто из страха и любви поминал Аллаха, проливая слезы. И затем он говорит, «Клянусь Аллахом, эти слезы более любимы для Аллаха, чем Кааба». Так что, мои братья и сестры, поверьте, не будьте из тех людей, кто отрицает любовь к Аллаху. Будьте из тех, кто признает это. Каждый раз, когда вы чувствуете отрицание, каждый раз, когда вы не можете доказать свою любовь к Аллаху, каждый раз, собираясь сделать что-то, чтобы доказать Аллаху, «О Господь, знай, что ты намного важнее для Аллаха, чем весь этот мир». Каждый раз, когда ты чувствуешь это, помни, что для Аллаха пророк, саллиллаху алейху ассалям, был очень ценной личностью. Будьте доброжелательными, не теряйте надежду, что можете измениться, будьте уверены, что это окажет воздействие на положение общины. В Коране и в Сунне пророка, саллиллаху алейху ассалям, каждый раз, верующие возражали, а пророк был уверенным, каждый раз. Когда Юсуф находился на дне колодца в момент его сильного отчаяния, к нему пришел ангел по имени Джибриль, сказавший ему, что Аллах передает ему следующие вещи. Поистине настанет день, о Юсуф, когда ты скажешь им о том, что они совершили, но они и не узнают, что об этом говоришь им ты. Это и есть положительность ислама. Когда мать Муса, алейху ассалям, была в отчаянии, что сказал ей Аллах? Аллах сказал ей, брось Мусу в реку, воистину мой враг подхватит его, а затем по милости Аллаха, так или иначе, Аллах вернет Мусу к матери, чтобы она не отчаивалась. Вот каково добро перед злом. Когда люди стояли там и сказали Мы собираемся бросить этого маленького мальчика по имени Ибрахим в этот большой огонь Что сказал Ибрахим? Мне Аллах достаточен как покровитель Ибн Аббас сказал, такое было сказано тремя людьми Первым, кто сказал, это был Ибрахим, алейиссалям Когда все люди собрались вместе, разожгли огромный костер, чтобы бросить в него Ибрахима Что он сказал? Доброе перед огромным злом Аллах наш покровитель, и он нам достаточен как покровитель Братья и сестры, поверь, когда Ибрахим хотел принести в жертву своего сына Что же сказал его сын? Его сын сказал, что? Он сказал, что? О мой отец, делай, что тебе было велено Поистине ты найдешь меня Иншаллах, ты найдешь меня одним из терпеливых Перед отрицательным Помните, каково было пророку, саллиллаху, алейиссалям Когда Абу Бакр во время переселения, то опережал пророка, алейиссаляту вассалям То ходил позади него Когда он был в пещере, когда он был в отчаянии Когда пришли курайшиты Что сказал пророк, саллиллаху, алейиссалям Пророк, алейиссаляту вассалям, сказал Не отчаивайся, Аллах с нами Мои братья и сестры, поверь Если бы Аллах не желал добра вам Почему же он дал вам возможность слушать эту лекцию? Потому что Аллах любит вас всех Потому что Аллах желает вам блага И потому что Аллах желает, чтобы вы пребывали в раю Вопрос в том, желаете ли вы увидеть Аллаха в раю? Поистине, пророк, саллиллаху, алейиссалям, сказал в достоверном хадисе Кто желает встретиться с Аллахом, Аллах желает встретиться с Ним И кто не желает встречи с Аллахом, то и Аллах не желает встречи с Ним Спросите себя, из тех ли вы людей? Мои братья и сестры, поверь Мои братья и сестры, поверь Однажды пророк, саллиллаху, алейиссалям, встал посреди ночи Это достоверно сообщается в Бухаре, что воздел свои руки к небу и сказал, «О Аллах, моя община! Моя община! О Аллах, моя община! Моя община! О Аллах, моя община! Моя община!» Он не мог сказать ничего больше этого. Он не мог завершить свои предложения, потому как был очень эмоционален, пока не прошла ночь и не наступила последняя треть ночи и время утренней молитвы. И по этому поводу пришел Джибрил и сказал, «О Мухаммад! О Мухаммад! Аллах отправил меня и сказал, «О Мухаммад! Твой Господь не разочарует тебя относительно твоей общины! Твой Господь не разочарует тебя относительно твоей общины!» Вопрос в том, а мы не разочаруем нашего пророка? Мы не разочаруем нашего пророка? Аллах обещал нашему пророку, алейхиссаляту вассалям, что он не разочарует его относительно нашей общины. Вопрос в нас, поступим ли мы по-другому, не исполнив обещание Аллаха, и не станем ли разочарованием для нашего пророка. Будьте из тех людей, кто исполняет его сунну. Будьте из тех людей, кто доказывает свою любовь Аллаху, следуя посланнику Аллаха, саллиллаху алейхиссалям, на этой земле. Это и есть положительное перед отрицательным. Поэтому Аш-Шафи говорил, «Жалкое положение того, кто не подлежит критике». Поэтому не бойтесь того, что вас могут критиковать. Поэтому не бойтесь того, что вас могут покритиковать. Не бойтесь людей, которые много говорят и посягают на ваши благие деяния. Не бойтесь людей, критикующих вас и говорящих другое. Тех людей, которых постигают большие трудности в их жизни. Помните историю Аль-Мутанабби, известного поэта Аравии? Он говорил, «Когда бы не постигал меня недуг и не охватывала болезнь тела моё, я писал самые лучшие стихи, самые трогательные стихи. И поистине я буду в ожидании трудных времён, потому что и мои стихи будут самыми лучшими». Так что если вы из тех людей, кто встревожен трудностями, помните историю Аль-Мутанабби. Для тех людей, которые усердно стараются призывать свои семьи, люди приходят ко мне и спрашивают, «Я хочу изменить свою семью, я хочу изменить их», говоря своим родителям, чтобы они молились. «Что же я вам хочу сказать? Я хочу сказать вам о великом учёном Абдулле ибнум Бараке. У Абдулла ибнум Барака был сосед Иудей, и он на протяжении 20 лет призывал его, пока не наступил день, когда правитель пришёл к Абдулле ибнум Бараку и пришёл к его соседу Иудею и сказал, «Я должен разрушить твой дом, потому что мы должны построить дорогу на этом месте». И что же сказал сосед Иудей? Он сказал, «Хорошо, я продам вам свой дом за 2000 динаров». Затем правитель сказал, «Почему за 2000 динаров, тогда как твой дом стоит только 1000 золотых динаров?» Он сказал, «1000 золотых динаров за дом и ещё 1000 за соседство с Абдуллой ибнум Бараком». Затем он пошёл к Абдулле ибнум Бараку и принял ислам. «Мои братья и сёстры, поверьте, те из вас, которые отчаиваются, что родители не прислушиваются к вам, ваша жена не молится, ваш муж не молится, ваши дяди, тёти, ваши братья и сёстры не слушают вас, то будьте терпеливы ради Аллаха, так же, как был и Абдулла ибнум Барак. Потому что когда они потеряют вас, они осознают всю ценность того, с чем вы приходили к ним». Да те, кто потерял надежду, подумайте о том, что они не могут совершить благое вообще. Вспомните историю о Саракси. Имам Ас-Саракси, великий учёный ханафийского мазхаба, был в заточении в колодце 10 лет, но это не остановило его на пути Аллаха. На дне этого колодца он всё время читал. Он всё время читал книгу, пока его ученики не подошли к колодцу и начали записывать всё, что он говорил, и пока они не заполнили 27 томов книги, называемой «Аль-Мапсуд». 27 томов из того, что говорил Ас-Саракси, будучи на дне колодца. Никогда не отчаивайтесь. Вы всегда можете доказать свою любовь к Аллаху, где бы вы ни были и в какой бы ситуации ни оказались. Для тех, кто страдает, кто пострадал из-за своей семьи и жизненных обстоятельств, вспомните случай с имамом Ахмадом. И вспомните, что он также был в притеснении годы и годы. Его били, пока он не терял сознание, но он не сдавался, будучи на истинном пути. Для тех, кто смотрит на положение мусульман вокруг нас и говорящих, что нет надежды у этой общины, эта община разлагается, те, кто смотрит на данное положение ислама и мусульман, и на мусульманские страны, которые пожирают другие, то не отчаивайтесь никогда. Позвольте мне сказать, позвольте мне сказать вам, что говорит Ибн Кафир в своей книге «Бидая уа-Нихая» и зачитываю вам это. Он говорит, «Миллионы крестоносцев вошли в Иерусалим и сделали с ним то, что делают животные в лесу. Они совершили то, что даже дьяволы не делают. За одну неделю они убили 60 тысяч человек. И среди них ученые, поклоняющиеся имамам мечети и аскеты, они установили крест над Иерусалимом. Они принесли свиней внутрь Иерусалима и сменили азан на призыв безверия и многобожия. А люди все плакали, плакали и плакали, и они подумали, что Иерусалим больше никогда не вернется в руки ислама и мусульман, и что никогда не закончится это преследование и горе мусульман. Такая участь у веровавших продолжалась до тех пор, пока Аллах не выявил из этой общины героя, который посеял любовь за кровь борьбы на пути Аллаха, протекающие в венах, и привнес дух борьбы и отвагу в души и уничтожил пессимизм, незамеченный в сердцах. Так вот, этого человека звали Салахуддин, и он возвал из Амака и Джаданы, он сказал «О горе Исламу!» и восстали на этот крик герои из армии Мухаммада, саллиллаху алейху ассалям, пока не встретили крестоносцев и не убили 30 тысяч человек из них. Так они освободили святыню и очистили святую землю от злодеев. Их победа продолжалась до тех пор, пока у крестоносцев не осталось выбора, кроме как платить дань из покорности. И это после того, как крестоносцы находились у власти на протяжении 91 года. Мои братья и сестры, поверьте, те, кто отчаиваются по поводу положения нашей общины, то ведь Аллах мог сделать так, чтобы мы оказались в те 90 лет, в те годы, пока Аллах дарует этой общине победу. Никогда не теряйте надежду на милость Аллаха. Никогда не отчаивайтесь и доказывайте свою любовь к Аллаху. Всегда старайтесь совершать добро, и допримет Аллах все ваши благодеяния. Для тех, кто думает, что не обладает умениями, знаниями и способностями, то я вам скажу, что каждый рожденный человек на этой земле в действительности не является великим, пока он не станет таковым. Они не были особо одаренными, образованными, красноречивыми, но пред Аллахом у них было одно и только одно, и это было глубокое, сильное желание достичь чего-то. Ганди, когда он задумал вывести население за пределы Индии, когда было это время? Это было удивительное время, когда он был выброшен за пределы вагона, вагона первого класса в Южной Африке. Это момент, когда он щеками ударился об землю, будучи выброшенными за пределы поезда, и тогда он сказал, «Я решил, что из-за этого случая постараюсь освободить Индию от британцев». Такова сущность провидцев, такова природа людей, желающих творить добро, но иногда их видение бывает порой абсолютно нелогичным, совершенно нерациональным, совершенно непонятным порой для людей, но на самом деле это и есть природа видений, это и есть сила видений, это и есть сила чувства, мои братья и сестры по вере. Это не поддается разуму, но Аллах по своей воле делает это возможным. Так что, мои братья и сестры по вере, пусть же это будет вашим призывом, пусть это будет вашим обещанием после того, как вы покинете это собрание. Так что, мои братья и сестры по вере, дайте обещание Всевышнему Аллаху, что вы будете стараться делать что-то, чтобы доказать свою любовь Аллаху, и будьте из тех людей, которые выполняют свое обещание. И напоследок я напоминаю вам аяты, содержащиеся в Коране. Поистине верующие это те, которые выполняют обещание, данное имя Аллаху. Из них те, которые уже умерли, из них те, которые все еще ждут, чтобы выполнить свое обещание. Они неизменны к Аллаху в своем обещании. Ученые Тафсира говорят, этот аят был неспослан относительно сподвижника по имени Анас бин Назар. Анас бин Назар, сподвижник, принявший ислам сразу после Бадра и прямо перед Ухудом. И когда он принял ислам после Бадра и прямо перед Ухудом, он огорчился. Почему он огорчился? Потому что он пропустил одно из самых великих сражений, сражение при Бадре. Так вот, он дал обещание Аллаху, подняв свои руки к небу и говоря, «О, Господь, если ты дашь мне еще один шанс, то я докажу свое обещание тебе». Так Аллах дал ему шанс и дал ему сражение под Ухудом. И он сражался в битве под Ухудом, пока они не сказали, «Он был ранен 36 раз, будучи всегда впереди». И они не могли узнать его, кроме как по кончикам его пальцев, по которым узнала его сестра. Почему? Потому что он выполнил обещание, данное Аллаху, что если бы Аллах дал ему еще шанс, он непременно доказал бы Аллаху, насколько он был храбрым. Как сильно он любил эту религию, как сильно он хотел защитить эту религию. И поистине, этот аят был неспослан относительно него. Поистине, изуверовавших те, которые верны договору с Аллахом, и из них те, которые умерли, и из них те, которые все еще в ожидании смерти, и они неизменны Аллаху в своем обещании. Просто спросите себя, а вы собираетесь выполнить свое обещание перед Аллахом и быть из числа тех мужчин и женщин, которые являются из истинно уверовавших? Будьте верны своим обещаниям, и соизволение Аллаха эту общину ждет только лучшее. Да вознаградит вас Аллах, братья и сестры, по вере. Ища Аллах, надеюсь, что Аллах вознаградит нас. Все хвала Аллаху.